Он принадлежит Динамо Бресту. И вот хорошая атака справа, нужно сделать передачу, но не нужно! Оказывается, что можно обойтись и без последнего паса, если все в порядке с ударом с левой ноги. Денис Гречиха, может быть, в том числе и за счет партнера сыграл сейчас, за счет этой передачи во второй темп, которую можно было бы отдать, выкатить под удар, но Денис Гречиха решил сделать все сам. И это его пятый мяч в этом сезоне. Давайте смотреть, здесь качнул соперника Максима Бардачева, опытнейшего Максима Бардачева, у которого 45 матчей за национальную сборную. И с левой пробил в ближний угол, не выручил Алексей Козлов. 1-0, рух выходит вперед, тем интереснее. И все это происходит на 17-й минуте. Правнивает счет игроки из Жодина, пока до ударов даже по воротам дела не доходит. Вот здесь классный перехват, прочитали игру и сейчас будет пенальти. Да, интересно развиваются у нас события. Не успел Рух повести в счете, как сейчас зарабатывает Виталий Устинов, 11-метровый, потому что его сбивает тот самый Владислав Васильев. И никаких вроде бы вопросов по этому пенальти нет. Бить будет Габриэл Рамос. Габриэл Рамос и так лучший бомбардир команды, причем с ним никто эту строчку не делит. И сейчас у него есть шанс восьмой мяч забить. Пока у него семь. Александр Нечаев против Габриэла Рамоса разбегается. Рамос бьет и 1-1. Очень уверенно в самый уголок положил мяч Габриэл Рамос. И всего лишь 2 минуты понадобил из торпеда БелАЗ для того, чтобы счет сравнять. На 19-й минуте мяч ворота рука забил номер восьмой Габриэль Рамос. Ну какие могут быть вопросы там? Действительно Владислав Васильев правила штрафной площади нарушил. Вот это классно! Просто классно! И обыгран уже голкипер! Вот и гол! Как быстро готовят в этом кафе! Мы только заказали и, пожалуйста, нам уже принесли готовое блюдо. Дмитрий Антелевский! Один из Антелевских отличился. Второй пока сидит в запасе у Руха. Ну а вот тот, что у торпеда БелАЗ забивает. Какая классная передача была от Липа Велозо, который получил серьезный удар там по ногам от Оришкевича. Ничего, к счастью, трагического с его ногой не случилось. И он выдает блестящий пас на Антелевского в разрез. Антелевский прокидывает мяч мимо Нечаева. Непонятно, куда он вообще побежал здесь, оставив ворота пустыми. Ну и Антелевский все сделал на высшем уровне. Молодец! Дмитрий Антелевский выводит вперед уже гостей. 2-1. Проворонили рывок. Продолжает атаковать Рух. Нет положения вне игры, судя по всему. И это 2-2. Это 2-2. Ну что? Второй тайм явно интереснее первого. И забивает Евгений Шевченко. Для Дмитрия Антелевского мяч стал вторым в этом сезоне. Для Евгения Шевченко тоже вторым. 66-я минута и Рух снова в игре. Любопытно, что чуть ли не стопроцентная, конечно, реализация. Но, мягко говоря, опасные моменты чаще всего заканчиваются голами. В этой встрече не было здесь офсайда. Во всяком случае, арбитры ничего не увидели. Вар в чемпионате Беларуси нет. Зато есть время для того, чтобы попить воды и передохнуть. И здесь, конечно, все здорово сделал Евгений Шевченко. Никаких вообще вопросов. Просто клад. На Велозу Хачатурян набирает ход. Справа его партнер, это Габовда. Габовда низом катит Хачатурян. 3-2. Забивает капитан Андрей Хачатурян. 3-2. И выходит снова вперед торпеда Белас. Но это классная была. По-настоящему классная атака. И в очередной раз снова отмечаем Липа Велозу, который блестяще видит поле. Он увидел подключение Хачатуряна, который сыграл направо. И там Габовда. Отлично ему выкатил под удар. И здесь Вильям. Большой вопрос к Вильяму, который, посмотрите, вместе с Артемом Рахмановым, опять же, не помешали. Не бросились, не постелились в подкате. И позволили пробить поворотом. Ну и Хачатурян забивает четвертый гол. Чуть более спокойно уже выглядят эти атаки. Может быть, немножко торпедовцы разобрались, как нужно действовать. Но пока передача на подступы к штрафной. И момент может возникнуть. Концевой рикошет. И мяч перелетает через перекладину. Будет угловой. От ноги Максима Бордачева. Мой мяч оказался в серке. А там, судя по всему, за кадром что происходит? Что случилось? Трибуны просто бушевали. Хотелось бы понять, что произошло. Судя по всему, будет пенальти. А почему? Очень хочется, чтобы наши белорусские коллеги объяснили, что произошло. Может быть, трикошет был все-таки не от ноги, а от руки? Или что? Что произошло? Но в итоге 11-метровый Владислав Васильев. Три-три. В этом сумасшедшем матче. Три-три. Да, кто бы мог подумать, что во втором тайме такая кутерьма начнется. И счет снова равный. В 58-минуте мяч 2-го торпеда. Забиром номер 14-й. Владислав Васильев. Владислав Васильев. Владислав. Владислав. Продолжение следует...